Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в зале Российского государственного социального университета на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию Великой Победы, Великой Отечественной войне, а также популяризации подвига сотрудников органов внутренних дел в годы войны 1941-1945 годов и в послевоенное время. Это первое совместное мероприятие к управлению внутренних дел по Северо-Восточному административному округу и Российского государственного социального университета, которое проходит при участии наших уважаемых ветеранов, известных государственных и общественных деятелей, гостеприимных представителей Российского государственного социального университета, разных поколений сотрудников органов внутренних дел и, конечно, самой интеллектуальной молодежи. Для торжественного открытия нашего мероприятия в носа государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы прошу всех стоять! ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Звучит гимн Российской Федерации! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прошу всех присаживаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья! Наша встреча проводится в юбилейный год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 внесшие неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью. Это наши уважаемые ветераны, а также сотрудники органов внутренних дел разных поколений. Дорогие друзья, сегодня в этом зале присутствуют ветераны Великой Отечественной войны. Это Леднев Алексей Назарович. Глухман Лев Фёдорович. Мещерякова Екатерина Григорьевна. Головинкина Нина Васильевна. Щегловинов Александр Фёдорович. Лебанкова Дина Викторовна. Терешков Пётр Максимович. Воробьёв Алексей Петрович. Сиротина Мария Петровна. Подшипихина Надежда Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ И Костина Сергея Тихоновича. Дорогие друзья, согласитесь, что каждого из этих людей нужно представлять достаточно долго, потому что это поистине легендарные люди. Мы приветствуем каждого ветерана Великой Отечественной войны, которые присутствуют в этом зале. Мы приветствуем всех ветеранов органов внутренних дел, которые присутствуют в этом зале. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Нам очень приятно, что вы с нами сегодня в этот день. Дорогие друзья, в нашем зале еще присутствует ветеран органов внутренних дел. Это Деминова Петрович. У нас присутствуют общественные и государственные деятели, которых мы тоже очень рады видеть. Мы рады видеть Орчинникова Николая Александровича. Попрошу поприветствовать наших гостей. Для приветственного слова участникам встречи на сцену приглашается Ректор Российского государственного социального университета Наталья Борисовна-Починова. Начальник управления внутренних дел по северо-восточному административному руку города Москвы Сергей Юрьевич Кубаков. Дорогие коллеги, дорогие ветераны, дорогие ребята, преподаватели, сотрудники органов внутренних дел. Я искренне рада приветствовать вас в стенах Российского государственного социального университета на уникальной встрече поколений, встрече поколений ветеранов, которые, не щадя своей жизни, не щадя того времени, которое действительно ветераны в борьбе за сохранение и общественного порядка в период Великой Отечественной войны и на фронте, и создавая общественный порядок, создавая Советский Союз в поствоенное время и желая сил, работая на благо нашей Родины. Сегодня перед лицом наших студентов, студентов Российского государственного социального университета, предстанут уникальные, удивительные истории реальной жизни, реального вклада тех людей, которых мы должны помнить, должны постоянно рассказывать о подвиге сотрудников, сотрудников органов внутренних дел, вклад которых просто неоценим. И я хотела бы пожелать сегодняшней благотворной встречи не только, может быть, открытых вопросов и открытых ответов, но и на самом деле такой вот переемственности поколений, потому что мне бы очень хотелось, чтобы сегодня ребята, послушав реальные истории, внутри себя приняли решение. Мы гордимся той страной, в которой мы живем, мы хотим, чтобы страна, в которой мы живем, была самой мощной, самой сильной, самой мощной системой и охраны правопорядка, и внутренней всех систем государственности, которыми являются и представляют собой сотрудники внутренних дел. Поэтому я желаю успеха, уважаемые коллеги, еще раз. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Добрый день всем, кто пришел сегодня в этот зал, особенно ветеранам. Большое спасибо, что вы нашли время силы и мужества быть вместе сегодня с нами. Хотелось бы начать со слов Твардовского. Память как-то не горькая, будь зарубкой на века. Что заставило нас сегодня прийти к вам? Наверное, та ситуация, которая складывается сегодня в мире, в нашей стране. Многие политики пытаются сегодня переписать историю, написать все иначе, исказить реальность, которая есть. Вы посмотрите, что происходит на Украине. Сегодня там отмечают, праздновают бандитов, Бендеров, Шухевича, устраивают нацистские марши в Прибалтике. Там политики вообще уже маразм овладели, когда сносят памятники освободителям, когда устраивают нацистские марши, когда преследуют живых и мертвых освободителей, воинов Советской Армии, которые в годы войны проливали свою кровь за их родину, за их свободу. Понимание этой свободы, демократии совершенно в ином смысле и заставило нас сегодня прийти к вам. Заставило привести живых ветеранов, чтобы с вами увидели их, услышали их голоса. Сегодня, к сожалению, их остается все меньше и меньше с нами, в нашем строю. У нас в управлении осталось 12 ветеранов, хотя два года назад их было более 40. Вот это и заставило нас сегодня прийти к вам. Великий подвиг нашего народа, приближающийся 70-летие, дает нам основания говорить сегодня о том, что мы понимаем и знаем свою историю. Мы видим те негативные моменты, которые сегодня происходят. Десять лет назад никто бы не подумал совершенно по-другому говорить и рассказывать об истории Великой Отечественной войны. А сегодня, посмотрите, многие лидеры государства отказываются приезжать на праздник победы к нам в страну. Они забыли, что 61 государство было вовлечено в той или иной степени Великой Отечественной войне. Что 1,7 миллиарда человек участвовали в той или иной степени в этой войне. 50 миллионов погибло, 20 миллионов наших граждан. Это все и заставляет нас задуматься над той исторической правдой, которая была. Да, сегодня есть разные вопросы, и они возникают, и стараемся их рассказать и объяснить. Но как можно понимать? Вся страна встала на борьбу с фашизмом. Органы внутренних дел в первую очередь поставили на себе в сетях это лишение военных действий. Они последними оставляли города, они уходили в партизаны, они организовывали борьбу в тылу врага. Одна четвертая часть сотрудников органов дел была призвана в органы предыдущих вооруженных сил и сражалась на боях. Большую роль играли и заградительные отряды, играли роль и значит, те отряды, истребительные батальоны, которые создавались для истребления диверсантов, поимки шпионов. Значит, и этим заградительным отрядом, сотрудникам органов дел, было в тяжелой ситуации было дано право судить и расстреливать на месте дезертиров, предателей, парникеров. Это все делали сотрудники органов трендел. Нельзя сказать, что история нас как бы обходит стороной. И сегодня сотрудники органов дел бдительно несут свою службу. Вот если только взять Московское управление и погибают, 19 человек сотрудников Московского управления по организованной преступности погибло в Чеченской Республике. 396 сотрудников погибло за 20 лет существования подразделений по организованной преступности. Я только беру это подразделение, поскольку сам в нем отработал 19 лет, практически с момента создания. 8 героев России и наших ребят. Пожелать им здоровья, радости, успехов в преддверии нашего общего праздника. Мы помним ваш подвиг. Мы гордимся вами. Мы всегда рядом с вами и готовы прийти вам на помощь. Поэтому большое вам спасибо. Долгих вам лет и счастья, и здоровья, и успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас, дорогие друзья, краткий экскурс в историю. Иorts Сегодня в 4 часа утра. Без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Опасность, наившаяся над Москвой, потребовала принятие ряда мира, укрепляющих ее обороны. Эвакуация правительственных учреждений, важнейших предприятий, создание нового рубежа обороны на ближайших поступках столицы, формирование народного ополчения, подготовка города к уличным боям. Органы билиции в этот сложный период обеспечивали правопорядок в городе и одновременно готовились к уличным боям. Главными задачами сотрудников и воинов НКВД в Москве оставались и поддержание в городе порядка, режима осадного положения и охрана в тымах действующей Красной Аброй. 12 октября Государственный комитет обороны ввело в Москве и прилегающих районах осадное положение. Услуги осажденного города, московская милиция была переведена для режима военного времени. Двухсменный режим работы по 12 часов, казарное положение отбинатный фронт. И действовал под дивизм «Милицейский пост» – это тоже фронт. С учетом условий войны перестраивали свою работу все службы и подразделения московской милиции. В столице поддерживался образцовый общественный порядок. Уже в первый день войны по распоряжению штаба московской противовоздушной обороны в столице были полностью затенены здания, осуществлена светомоскировка транспорта и приведены в готовность к убегающим. Неузнаваемо сурово стало в эти дни Москва. Среди служб противовоздушной обороны особое место подружало службе охраны общественного порядка, которое формировалось за счет личного состава подразделений пилицей и управления пожарной охраной. Борьба с преступностью оставалась одной из главных задач московского уголовного розыска, который работал с особым напряжением. В этой войне произошел обост преступности особенно тяжких преступлений. Для поддержания общественного порядка в Москве было организовано круглосуточное патрулирование нарядами военного коменданта и пилицей. На административных участках и на грандских постах 10 тысяч женщин заменили ушедших в проход отцов, мужей и братьев. Отдельно хотелось бы отметить деятельность сотрудников московской пилиции в составе действующей армии, которая вместе с борьбой и красной армией из сотни тысяч народных ополченцев вставляла на защиту Москвы. Только из столичного гарнизона добровольный уже был охот более половины личного состава. Прямо с Красной площади после исторического парада войск 7 ноября 1941 года отправился на передовые подежи пола-стрелковый полк, сформированный из работников милиции и у НКВД Москвы и Московской области. В великой битве за Москву активное участие принимали 4 дивизии, 2 бригады и несколько отдельных частей НКВД, истребительный полк, милицейские диверсионные группы и истребительные батареи. Московская милиция направила на фронт несколько тысяч своих сотрудников. В чрезвычайных народных сроках в Москве и Московском области было сформировано 87 истребительных батальонов, в которых насчитывалось 28 500 сотрудников Московской милиции. Действовало более 60 партизанских отрядов, в топе сотрудников МУРа было создано 3 партизанских отряда. Руководство государства высоко оценило деятельность московской милиции в годы Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года за успешное выполнение заданий правительства и проявленные при этом мужество и доблесть московская милиция была награждена орденом Красного Знания. Сотрудники московской милиции активно участвовали в московской битве, сражались за Сталинград, ведь бои на Северо-Кавказском фронте форсировали Днепр, освобождали Ленинград, Белоруссию, штурмовали Кириллсберг и Берлин, дошли до Японии. За годы Верховной Отечественной войны 7 437 сотрудников московской милиции были награждены орденами и летами Советского Союза. Семь российских удостоен звали Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами Ордена Славы. После окончания Великой Отечественной войны милиции пришлось действовать на весьма сложных условиях. С 1978 по 1992 год было направлено более 3900 сотрудников органов внутренних дел. В борьбе с бандами совместно с сотрудниками милиции активное участие принимали антитеррористические группы, сформированные из сотрудников Царадоя. Сотрудникам милиции приходилось приобретать необходимые знания, умения и навыки непосредственно в боевых условиях. Бойцы на практике обучались боевому гранатометанию, закладке взрывных устройств, стрельбе из гранатомета и крупнокалиберного пулемета БДР, учились правильно занимать места на боевой технике и грамотно действовать при внезапном нападении бандитов, совершали учебные марши с полной выводкой вооружением, устраивали засады и проводили поисковые мероприятия в горной местности. Весной 1983 года отряды милиции были выведены из Афганистана и расформированы. Безусловно, боевой опыт, полученный на территории Афганистана, используется в ходе планирования и организации деятельности группировок сил и средств органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в особых условиях, в частности на территории Северо-Кавказского федерального округа по нейтрализации деятельности бандформирования. Более 2500 сотрудников награждены правительственными наградами, а сотрудник специального подразделения КОБД МВД России Михаил Исаков удостоен звания Героя Советского Союза. Позднее лучшие патриотические и моральные качества сотрудников МВД России проходят суровую проверку на прочность и зрелость в ходе антитеррористической операции на Северном Кавказе. Ситуация в Чеченской республике осложнилась до такой степени, что ее территория стала плацдармом для экспансии в Россию международного терроризма. Лишь контртеррористическая операция смогла отвести угрозу распада России, сохранить достоинство и целостность государства. Боевые действия стали ярким свидетельством стойкости и мужества сотрудников и бедослужащих их нервности присяги и конституции Российской Федерации. Служба московской полиции действительно не опасна и трудна. Само понятие «Москва – столичный город» говорит о новом. Здесь социальноручены правительственные органы, дипломатические учреждения проходят пути вибрации граждан, останавливаются сотни тысяч гостей и туристов из зонных стран. Чтобы соответствовать высокому уровню служебных задач, столичные стражи порядка должны ежедневно рисковать собственной жизнью. Сильная память всем сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Объявляется минута молчания. Прошу всех сдаем. Прошу присаживаться. Уважаемые друзья, осталось совсем немного до памятной для каждого гражданина нашей страны даты – 70-летие Великой Победы. Мы не должны забывать о подвиге бойцов и командиров, тружеников тыла в годы войны, о боевых и профессиональных традициях старших поколений солдат правопорядка. Безопасность всегда будет являться одной из важнейших ценностей для каждого человека. Сегодня в этом зале присутствуют гости, которые внесли достойный вклад в дело обеспечения общественной безопасности. Например, Леднев Алексей Назарович в годы Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте и Волховском фронте. Он принимал участие в победах в ноябре 41-го и в июне 45-го годов. Он награжден большим количеством орденов и медалей за большой вклад в дело обеспечения безопасности нашей Родины. Грунгман Лев Федорович, ветеран Великой Отечественной войны, начал свой боевой путь под Москвой в 1941 году и закончил в Праге. В мае 1945 года воевал в составе 1-го Украинского фронта 96-й дивизии. Он также принимал участие в параде в ноябре 41-го года. Среди гостей в зале Лепатова Дина Викторовна. Она воевала на 1-м Украинском фронте 13-й армии в плевом госпитале. Поприветствуем. На 1-м Украинском фронте воевал также Дюмир Иван Павлович. Он освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Участвовал в войне с Лепатой. Дорогие друзья, нам хотелось бы рассказать о каждом ветеране органов внутренних дел, которые присутствуют сегодня в зале. Но, к сожалению, время нашей встречи не позволяет рассказать про каждого. Поэтому мы каждого из вас очень любим, уважаем. Знаете о том, что мы о каждом из вас помним всегда. Мы будем рады видеть вас на всех торжественных мероприятиях, которые будут проходить в преддверии 70-летия Победы и дальше, в другие годы. Дорогие друзья, но вы помните тему нашей сегодняшней встречи. Мы говорим о безопасности года Великой Отечественной войны, о том вкладе, который делали наши ветераны, дорогие. Но, помимо всего прочего, мы говорим о обеспечении безопасности послевоенной времени и в настоящее время. Подвиг сотрудников органов внутренних дел действительно не оценен. В нашем зале присутствует поистине легендарный гость. Это Овчинников Николай Александрович. Это руководитель, значит, свидетель министра внутренних дел. В свое время он был генерал, заслуженный руководитель. Его очень уважают в органах внутренних дел. Поэтому мы с большим удовольствием приглашаем Николая Александровича Овчинникова на сцену. Приглашаем на сцену участника Великой Отечественной войны Демина Ивана Павловича. Лепатрия Демина Ивана Павловича. Лепатрия Демина Ивана Павловича. Великой Отечественной войны Демина Ивана Павловича. Мы будем провалывать вас здесь сегодня. Пожалуйста. Николай Александрович, первое слово, наверное, вам удалось. Поприветствуйте, пожалуйста, наших ветеранов. Добрый день. Прежде всего, я хотел бы сказать слова благодарности за организацию сегодняшней встречи руководителем университета и окружного управления внутренних дел. Мы очень часто, я думаю, что вот такой формат, он оправдан. Когда, вы знаете, когда одни на трибуне, да, а другие все внизу и просто не выбирают. Да, конечно, это радостно все-таки и понятно. Но когда мы с вами смотрим в глаза тем людям, которым мы обязаны жизнью своей, жизнью, без расшифровки, просто своей жизни обязаны, то это, конечно, такая вещь волнующая, я думаю, каждого из нас. И я хочу сказать тоже от лица тех, кто уже родился после войны. И у меня отец Ван Талиб был тоже. Значит, и огромное вам спасибо за то, что мы можем сегодня жить, радоваться жизни. Мы перед вами, конечно, абсолютно внеоплатно долгу. Спасибо вам. Вообще вот такое мероприятие, посвященное еще, как бы совмещенное с тем, что некий рассказ идет о роли органов внутренних дел, о роли милиции в ходе Великой Отечественной войны, он тоже знаменательный. Кстати говоря, вот постановка вопроса такая, она довольно нечастая. А вообще это, ну, на мой взгляд, конечно, я патриот своей службы. На мой взгляд, это не совсем верно. Дело в том, что вот сегодня говорилось об этом в ролике. Вот возьмем, допустим, партизанские отряды. В подавляющем большинстве, практически во всех партизанских отрядах, одну из главных ролей играли представители милиции, которые отлично знали обстановку, отлично знали людей. И на этом основании, не потому что они не могли эвакуироваться, а потому что их готовили к этому, и они сознательно оставались на территории, которую оккупировал временно противник, и провели там год, кто год, кто два, кто три. Значит, многие погибли. Но вот партизанское движение очень во многом обязано вот такой вороз партизанского движения, знание обстановки и ущерб, который причинен был оккупатом, очень во многом, я считаю, было обязано тому, что вреда партизан сражались сотрудники милиции. Вы знаете, я вот сейчас, не сейчас, я не говоря, я никогда это не забывал, но я просто хочу привести пример вот насчет участия сотрудников милиции в боях на фронте во время людей, конечно, на войну. В Беларуси есть такой город Могилев, и немцы подошли к Могилеву уже где-то, вовремя числа 12 июля, и оказалось так, что Могилев было достаточно важное направление. Кстати говоря, вот до 10-го, 12-го июля из Могилева, безусловно, с помощью органов внутренних идей, на которых выпало организовывать вообще жизнь, эвакуацию и так далее, вот за эти несколько дней было отправлено около 1000 вагонов имущества, заводов, фабрик и так далее. И сейчас, 985, я точно не помню цифру. Вы представляете, 22-го июня война началась, 12-го, 90-го, 12-го, или уже Могилева, уже железная дорога не работала, но до этого. И оказалось так, что Могилев, вот это важное направление, обороняло, ну так сложилось, так сложилось, обороняло милицию. Я сам был вот на этом поле, ну там, наверное, не о том, что в некоторых местах я там был. Значит, случилось так, что Могилев были стянуты в связи с тем, что, ну, во первых днях войны много написано, и вы знаете, что, к сожалению, не все, что он так гладко в первые дни войны. Войска отступали в силу ряда причин, так сказать. Но что было, то было. Так вот, в Могилев были стянуты силы Гродненской школы милиции, Могилевская школа, которая там была милицией, и Минская школа милиции. Это были, ну, по сути, пацаны вашего возраста, может быть, даже младше. Первые курсы, это вообще 17-летние ребята были. Из них было сформировано несколько отрядов, в том числе батальон, который командовал лейтенант милиции Владимиров. И в этом батальоне было 250 человек. Эти отряды, они занимали разные направления, одни на Барагалу-Корф, другое все такое. Но самое вот тяжелое, выпал в году лейтенант батальона, который, у него было три роды, вот эти три школы милиции. Кстати говоря, он был лейтенантом, он покинт там, и только в 80-х годах посмертно, это вообще не бывалый случай, посмертно ему было присвоено звание капитана. Так вот, и несколько дней продолжалось это сражение, и немцы не могли войти в могилю, от которого пошли важные железнодорожные пути и так далее. Около пяти дней, четыре, там, с небольшим суток, это стояли, у нас три, в атаке был этот батальон. Из 250 человек, в живых осталось 19. Вооружение, ну, другое у пенсионеров вооружение, винтовка и револьвер. И им только то, что был опыт от трофейного, кстати говоря, было, отмечалось, оставшиеся в живых, говорят, что они трофейным оружием пользовались, в связи с этим, очень активно. Так вот, осталось только 19 человек, ни одного не раненого не было, ни одного не раненого не было, из 250. Значит, кто сумел, у Полстикова подобрали местные жители, кстати говоря, местные жители, это тоже целая история, как местные жители хоронили этих солдат. Хоронили их, всех похоронили там, жители соседних деревьев, значит, после этих боев. Из 19 человек, некоторым удалось остаться, у которых жители спрятали, некоторые попали в клетку. Но конца войны дожило там где-то 4-5 человек всего. Вот так молодые ребята, которые решили в свое время связать свою жизнь, и тоже не предполагал, что будет война, решили связать свою жизнь с органами милиции. Но когда пришлось воевать и в поле, не только, значит, у себя, они показали себя вот таким образом. Кстати, в Белоруссии вот эта история широко известна, и, к сожалению, она вот у нас как-то видна. Вот это такая область. Что касается после войны, то мне вот начальник УВД говорил о подразделении с организованной преступностью. Мне так повезло в жизни, я имел такую честь, несколько лет обладать, возглавлять главное управление по предмету с организованной преступностью Российской Федерации. Ну и до этого я тоже работал не в сторону, так сказать, но я могу с уверенностью сказать, что многие сотрудники органов внутренних дел работают с таким же напряжением и с такими же рисками, практически с такими же рисками, с которыми сталкивается солдат внутренний. Вы все будете, просто окончание университета, все будете работать с людьми. Ваши профессии, вот я сейчас с ректором говорю, ваши профессии все связаны с общением людьми. Это абсолютно кально, так сказать, того, чем занимаются сотрудники органов внутренних дел, чем занимаются полицейские. И если вы, вы же понимаете, даже критические материалы в прессе, которые говорят, если они касаются полицейских, то в принципе общественное мнение обобщает и говорит о недостатках, которые существуют в государстве. Также точно и в ваших специальности, в которых вы будете работать, плохая работа педагога, значит, ну, мнение о государственном устройстве вообще. Ну и так далее, как это касается всех специальностей. Я хочу сказать, что даже не обязательно, понимаете, нельзя выделить, что вот сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью, вот у них тяжелая работа и опасная, а у всех остальных так просто вроде. Нет. Вот если отрешиться от того, что там, значит, знаете, от критики того, чего не видели и не знают, да, и подумать, а как работает участковый инспектор, который должен знать всех жителей, который отвечает, кстати говоря, отвечает, ну, почти головой отвечает за то, если на его участке преступность растет, или он просмотрел скрывающегося преступника и так далее. А как живут следователи, которым надо вот эту тонну словесной руды в соответствии с законом, так, чтобы не к чему было придраться, так, чтобы не пострадал невиновный, так, чтобы доказательства были совершенно законным образом думать, как работать. Я по себе знаю, и по своей работе я начал работать следователем. Было это, было это давно, было в 71-м году. Да, понимаете, люди работают ночами, а это тоже, а у всех семьи. И время-то вроде мирное. Поэтому я прошу вас поверить мне, и не только на слово, если хотите, приходите в управление и посмотрите, как работают люди, что и сегодня мы находимся в состоянии военной с преступниками. И большая часть, большая часть наших коллег, ну, оправдывает, это, я считаю, высокое звание. Раньше это был полицейский, теперь это полицейский. И я еще раз хочу сказать, еще раз поблагодарить руководство университета и управления, в связи с тем, что тот контакт, который начинает складываться между вами, можно только приветствовать, можно только приветствовать, потому что вы понесете людям свое понимание о том, как должно быть. О том, как должно быть. И если, я думаю, что у нас все сладится, так стоит, это будет большая помощь, между прочим, и вашим тоже, в борьбе с преступностью, в обращении общественного порядка. Еще раз спасибо ветеранам. Большое спасибо вам за внимание. Спасибо за все. Николай Александрович, вы когда готовились к сегодняшнему мероприятию, студенты проявили истинный интерес к тому, что вы будете присутствовать на этом мероприятии. И у вас очень подробный был рассказ о своей служебной, скажем так, жизни, но я думаю, что ребята, наверное, хотели бы какие-то вопросы задать. Ответьте на пару вопросов. Кто-нибудь готов задать вопрос Николаю Александровичу? Да, да, пожалуйста. Здравствуйте, Николай Александрович, я студент Ильич ДНС и Евгения Аленовна. Хотел бы вам задать вопрос. Как поднять престижных охранительных органов среди молодежи? Спасибо. Ну, как поднять? Вообще, вот этот вопрос, если бы я точно знал эфициент и могу под ним подписаться, то это было бы. Очень хорошо. Вряд ли, понимаете, есть каждый конкретный случай. Вот я считаю, что если то, что я сказал, вами ходит правильно, да? То, с чем вы будете сталкиваться при дальнейших контактах с полицией северо-восточного округа, значит, будет к вам правильно пониматься, если у полицейских хватит. Ну, да, давайте я вас запомнил. Ну, да, вот у них хватит, да, и у них хватит столь высокоинтеллектуальную публику, так сказать, увлечь каким-то образом интересным представить. Вот это уже является повышением престижа. Я вам, кстати говоря, хочу сказать, что, несмотря на всеобщее, какое-то такое, ну, да, кстати, существует, вроде бы, и, как в своей компании, не очень, там, полицейских хватит. Однако конкурс, наше учебное заведение, всегда достаточно высок, и квалификацию, которую они получают при всем уважении к другим учебным заведениям, и так далее, квалификацию, которую они получают, она вообще на рынке ценится. И даже если человеку приходится уходить по каким-то причинам, ну, мало ли, не выдержал, разочаровался и так далее. Ну, как специалист, допустим, как юрист, достаточно востребован. Достаточно востребован. Поэтому многое, конечно, зависит. Многое зависит от самих полицейских. Видите? Ну, как, мы все учимся, например, да. Слава Богу, если у нас родители, с которыми мы хотим брать пример, там, все родители у нас, значит. Но у нас есть и государственные пеи, и артисты, и, как они нам нравятся другие, ей не нравятся. Надо полицейским делать так, чтобы их действия, не всегда приносящие, так сказать, долг, сладкое, что они, как, достаточно, должны жестко действовать в определенных условиях, но чтобы эти действия были понятны населению, и чтобы они населению нравились. Наравились тем, что обезврежен преступник, что пьяница, алкоголик, который не дает всего по приезду, значит, спокойно сможет. Это тоже ведь наша жизнь, что его сумели сотрудники полиции, значит, украдить, что в паспортном столе нет очередей, что дежурный офицер, когда ему приходят и говорят, вот у меня там что-то случилось и все такое, он не говорит, да иди, подожди, да приходи завтра. Чтобы всегда человек пропал, знаете, бывает всякого, пропал человек, люди бросаются в полицию. И если им говорят, придите через три дня, то этому человеку, хотя вот об этих трех днях нигде он законе не скажет, ну почему так традиционно, понимаете, а если люди видят, что к ним относятся с пониманием, вот это и служит всем, то есть нормальная работа, ничего придумывать не надо, понимаете. Вот такие мероприятия надо проводить и придумывать. А в деятельности полицейских ничего придумывать не надо. Надо строго следовать приказам инструкции, которые есть, и при этом быть людьми, понятно ли? Вот это точно. Спасибо большое, Николай Александрович. У меня вопросов было очень много, мы так рады, что вы к нам пришли. Можно еще один вопрос и все? Хорошо, спасибо. Кто-нибудь еще вопрос? Здравствуйте, меня зовут Полина Белова, я студентка социального коммунистерного факультета. Николай Александрович, какие вы видите формы и методы противодействия торговым генам, как отказ служения молодежи в большом и всех сторонах? Ну, сложный вопрос. На мой взгляд, только повышением многознательно. Ведь куда идет молодой человек? Туда, где работать, служить престижно. Высокий престиж вооруженных сил – это отсутствие внеуставных отношений, обеспеченность против офицерского состава нормальным денежным содержанием, в том числе уверенность в том, что если он положит жизнь за Родину, то его семья и дети будут государством поддержаны. И вот, понимаете, то же самое, если престиж в службу повысится, я думаю, что вообще сейчас престиж повышается, конечно. Очень многое сделано. Вы знаете, начиная там от форума, которая становится там удобнее, и все такое, заканчивая условиями жизни. Заканчивая условиями жизни. Потому что, вот я, например, не очень хорошо понимаю, когда говорят, надо, чтобы служили. Вот он вышел из подъезда своего дома, перешел улицу и зашел в казарму, значит. А говорят, нет, служба есть служба. Но это, допустим, офицерский состав, который на всю жизнь под этим делом вписывается. А для солдат повышение престижа и все такое. Хотя риски убрать нельзя. Их невозможно убрать. Но можно, конечно, действовать и рядом не административных мер. То есть, если не служил в армии не по уважительной причине, то есть в состоянии здоровья и все такое, то, например, препятствие для прохождения карьерной, так сказать, лестницы на государственной службе. А почему нет? Если человек не хочет государству помощи и, значит, выполнить своих, кстати говоря, институционный дом, может ли на него рассчитывать государство, если он будет государственным чиновником, и будет, так сказать, я считаю, что нет. И вполне это. Вы знаете, ну, в разное время для меня немало, например, большой проблемой. Я не скажу, что я очень хотел в армию. Прямо спал и ждал, когда, когда бы этого армии нет. Но когда надо было пойти в армию, я уже в армию призывался 24-х лет солдатом, сможем сказать, я уже проработал два года следователем. И ничего, я служил, и считаю, что это, вообще я считаю искренне, что это для молодого человека достаточно хорошая закалка. И даже если условия не вполне, ну, соответствуют представлению о комфорте, то человек должен испытать себя. Понимаете, вот человек иногда добровольно идет в горы. Не спит там, не ест по три месяца в экспедиции, бывает так, для развлечения. А когда родине помочь, можно тоже немножечко, это самое, решение претерпеть. Поэтому здесь целый комплекс мероприятий. Я думаю, что он сейчас выполняет этот комплекс. И служба в армии становится, ну, престижной. Спасибо большое, Владимир Александрович. Ребят, вопросов искусственных Николаю Александровичу очень много. Поэтому мы все вопросы, конечно, Николаю Александровичу передадим. Но на сцене присутствуют ветераны Великой Отечественной войны. Наверное, точнее подобрать те слова, с которыми можно поздравить ветеранов в преддверии 70-летия Победы. Наверное, подобрать те самые теплые слова для сотрудников внутренних дел. Для нас, для молодого поколения, которое присутствует в зале, наверное, точнее ветеранов никто не сможет. Поэтому, может быть, Алексей Назарович, Лев Федорович, может быть, Дина Викторовна, Иван Павлович, кто-нибудь от вас скажет пару слов, поздравительных слов для ветеранов, для молодых, которые присутствуют в молодого поколениях в зале. Просто поздравление с 70-летием Победы. Поздравьте с вами! Я хочу поздравить всех с победой, с 70-летием Победы и пожелать всем патриотизма, любить свою Родину. Спасибо! Спасибо большое! Поздравляю вас с 70-летием Победы! За новое счастье, здоровье. Я... Призвали меня в 43-м году. Вот. Я воевал на 2-м Украинском фронте. Вот это, значит, Румыния, Ветрия, Австрия, Чехословатия. В Чехословатии война кончилась. Стали части расформировать. Я попал в пограничные войска. Служил на турецкой границе служим до 50-го года. После катастрофа демилизоваться, приезжали к нам на заставу офицеры СМВД. Ну и стали по одному вызывать. Я согласился в органы. Приехал в Москву в 50-м году. И служил до 76-го года. В Дзержинском районе. Раньше в Дзержинском районе. Вот потом в Хрущевке там реализирование произошло. Служил на 20-м отделении. Вот. И в Матной Рощи. Вот. И на пенсию шел в 76-м году. Дорогие друзья, давайте поблагодарим. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, в нашем зале присутствуют представители общественных формирований, которые мы тоже хотели поздравить наших ветеранов с наступающим праздником. Я попрошу на сцену подняться руководителя общественного совета при УВД и совета ветеранов при УВД по северо-восточному административному округу. Уважаемые ветераны, уважаемые присутствующие, молодежь, студенты, от лица общественного совета окружного управления внутренних дел я искренне поздравляю ветеранов. В Великой Отечественной войне с Великой Победой и самое наилучшее пожелание, вот прямо искренне от сердца. Значит, к сожалению, здесь уже было сказано, вас осталось очень мало, да, и будет все меньше и меньше. И здесь называлась цифра, где 12 человек, кто в городе, вот те, кто впоследствии отслужил, отвоевал, впоследствии пошел работать в полицию, 229 человек. Понимаем, да, что это очень мало, да, и мы просто будем дорожить каждым человеком. Сейчас дорожим и будем дорожить. Мой отец тоже прошел всю войну, да. Но вот я, как уже взрослый человек, только сгадами начинаю понимать, сгадами, значит, каково же там было тяжело. Ему, да там, солдатам войны, гражданскому населению. Если вот мы сейчас понимаем, что каждый день, это, то есть, каждый там бой, это был некий подвиг, подвиг, да, то что же надо было совершать, когда вот он, допустим, награжден был медалью, медалью за отвагу, за тетя Кеннезберга. Такой подвиг, который, в общем-то, да, нам, наверное, представить можно в сегодняшней жизни. У меня, как человек тоже достаточно взрослого, вот по происшествию 70 лет со дня Победы, когда я смотрю фильмы документальные, особенно возвращение наших солдат с Победой домой, вот рекомендую молодежи это посмотреть, да, и комп отступает к горлу, да, и слезы наворачиваются. Вот, если у вас это будет происходить, то, мне кажется, у нас в будущем достаточно такое, в общем-то, крепкое. Теперь о том, что слова благодарности тоже, так сказать, руководство дружного управления, почему и университетов, забота о сегодняшнем мероприятии, и особенно забота о ветеранах, вот посмотрите, они по 5, а то есть по 10 лет там войну прошло, а впоследствии по 20, 30, 40 лет еще с преступностью боролись. Представляете, вот такие это люди. И самое последнее, если уже говорили о попытках, вот историю пересмотреть, пересмотреть, да, переоценить события 45-го года и так далее, для меня как гражданина России, ну а тем более там, для всех, наверное, граждан России, а тем более тех, кто прошел педикатическую войну. Вы знаете, вот День Победы, это праздник, это, конечно, праздник мужества, это праздник неравнодушия, праздник такой силы воли и такой настоящей русской души. Еще раз с праздником вас, спасибо. Здравствуйте, улажаемые студенты, прежде всего, приятно аудиторию встречаться, потому что мы все равно, так сказать, тоже были студентами, поэтому, несмотря на свои волосы и все-таки возраст, все равно эти встречи очень приятны. Наталья Борисовна, спасибо вам, спасибо Борисовне, приглашаю составу. Ну вот, я вам сейчас скажу одно, скажу, почему еще это так. Вы знаете, кто перед вами? Перед вами полковник милиции в отставке, который родился на Явузе в больнице Симашкой, это Ростокина, который в легендарной лосинке закончил школу, завод, начал работать в милиции. Хочет долгое время проработал на Петровке, но вот и потом, так сказать, меня на вратной, так сказать, наш северо-восточный округ направили, СССР, где я был замначальником кружевного управления, ну и потом, так сказать, стал председателем Совета ветеранов. Бывших не бывает. Поэтому были вопросы, которые, постараюсь, так сказать, одни не мой адрес, но просто в свое выступление уже специально не готовился. Да, главное и надо служить. Понимаете, особенно, так сказать, мужчине, чтобы он почувствовал себя, что это такое. И насколько, так сказать, это дорого. Раньше девушки не выходили замуж за ребят, если он не служил в армии. Это так просто для информации, потому что это была жизнь. И перед вами стоит человек, который отдел Погоды в 18 лет и был призван Бамушкинским рабоинкоматом пограничные войска комитета государственной опасности. И служил на границе, на заставе Погода, и с Ташима пограничных войск срочной службы. А с чего начиналась война? А война начиналась, что граница, так сказать, была нарушена. И заставы, заставы, и держались, так сказать, невзирая ни на что, так сказать. И погибали ребята, и погибали семьи, и все остальное. Вы понимаете? Отводы войны. Что, так сказать, милиция, диверсионные отряды, которые были из нас подготовлены, те, которые профессионально подготовлены ко всему, так сказать, не к терроризму, а к тому, чтобы врагов, знаете, с Родины. Вот мы недавно 5 декабря ездили вместе с руководством округа. Была посвящена у нас поездка в музей танковых войск в Гитровское шоссе, посвященная началу разгромного наступления и разбития немцев под Москвой, так сказать. Мы посмотрели, как вот эти вот танки стоят, как вот солдаты и все прочее. Вот сразу и георама вот эта, которая была, она сразу показала, что мы из себя стоим. Поэтому я просто, что хочу сказать. В этой, самое главное, наверное, для нас, это жизнь. И то, что вот жизнь, она нам, так сказать, дарована, и то, что мы вместе, так сказать, живем, и благодаря вот ветеранам, благодаря, так сказать, к сожалению, тем, которых нет в этой зале, в этой зале, так сказать, но они дали нам возможность родиться в Советском Союзе, получить образование, стать человеком по жизни. А для нас, как сотрудников органов внутренних дел, опять же, я перекликаю с вопросом. Знаете, что самое главное? Это честь и профессионализм. Поэтому вот вы сейчас учитесь, вы, так сказать, вам передают, вашим преподавателям, наверное, самое лучшее, что они могут передать. Они могут передать вам свои знания, свое мнение, работать с людьми, и очень-очень многое другое. Поэтому впитывайте себя в это, если вам это в жизни пригодится. А если вы изберете своей профессии, в жизни, работу, в органах внутренних дел, мы всегда вас будем ждать, насколько в наших летах. Поэтому мне хотелось бы в заключении поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны. С наступающим, с знаменательным событием 70-летним победой. Самое главное, так сказать, чтобы вот у нас, я так называю, окопники, это 8 человек, которые активно и действие, так сказать, участвовали, и 23 дружиники отбывали. Вот чтобы они дожили до 9 мая, и как много дольше жили после этого. Чтобы у них было прекрасное настроение, было здоровье. Чтобы они действительно могли с вами встречаться. Смотрите вам в глаза. Передавайте вам богатый, профессиональный и жизненный опыт. Это для нас очень важно. А вот то, что это и родные стены, я думаю, что они для нас станут равными, и мы будем, так сказать, всегда стараться перед вами выступить. И еще, возможно, 16 апреля, потому что здесь не все ветераны присутствуют, но будет праздник День ветеранов органов внутренних дел. Поэтому других присутствующих, которые работали и, так сказать, боролись с преступностью, охраняли общественный порядок, мне тоже и хочется поздравить с наступающим праздником от Совета ветеранов. Пожелание здоровья, здоровья, здоровья и отдержать. Всего вам самого доброго и хорошего. Спасибо. Николай Александрович, дорогие гости, вам, наверное, дальше лучше будет пройти в зал. У нас сейчас будет скоро транслироваться фрагмент фильма, а молодежь, наверное, поможет нашим ветеранам спуститься. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, а пока наши гости занимают места в зале, я хочу вам сказать, что в нашем зале присутствует замечательный поэт, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Чихова. Он надрожден золотой Есенинской медалью за верность традициям русской литературы. Это Владимир Лисовой. Мы приглашаем его в центре, тоже пришел и поздравить вас. Дорогие литераты, дорогие друзья, я очень рад приветствовать в этом прекрасном сиянном зале и поздравить вас с одним великим юбилеем. И простите нас за одно, что вы, отстоявшие страну и завоевавшие эту великую победу, простите за то, что так случилось, что война опять у нашего порога. Это ведь за Россию идет война вот там, только на дальних отступах от Москвы, на Украине. Правильно, замечательно сказался это юридический факт. И поэтому вопросы о том, служить ли служить, я считаю, просто неэтичны и неуместны в данной обстановке. Наши предки не спрашивали идти защищать Родину или нет. Они одевали белую рубаху и шли на Куликово поле, чтобы быть готовым белой чистой рубахе взойти на небеса. И так же был и на Бродинском поле. И Михаил Дмитриевич Скобелев, великий русский генерал, выходил на передовую в белом кителе, на белом коне. Он проносился перед врагом. И никакая пуля его не брала. И так же Игорь Дальков выходил на сцену белой рубахе. И я, когда выхожу на сцену, одеваю такую рубашку. Белой рубашки для боя. Выйду на краю же к поля. Стану с пиздой на реснице. С острым мечом в деснице. Белое знамя рубашка. В поле межа карамашка. Тело дождями умоя. Родина скажет, что умер я стоя. Воин единый во поле. Конь гуляет на воле. В белой рубашке для песни. Будучи мертвым воскресным. Чтобы спасти тебя, Русь, сам мне вообще не вернусь. Спасибо большое. И еще. Вот была такая девочка, необычайной красоты. Девочку звали Зоя Космодемьянская. Она закончила 10 класс 210-й московской школы. И пришла в московский городоком, когда война уже была. У порога пришла записываться в партизанский отряд. Но ее не брали. Потому что она была необычайной внешней красоты. Говорят, дочь и пример. Отец враг сразу вычисли. Но она всю ночь не уходила домой. И все же добилась. И вступила в партизанский отряд. И погибла у деревни Петрищина. И ее брат. И она стала первым героем Советского Союза среди девушек. И ее брат Саша. Тоже герой Советского Союза. Он погиб уже в стену Берлина. Но так случилось, что Сталин разрешил перевести тело лейтенанта Александра Космодемьянского в Москву. И похоронить рядом с сестрой здесь, на Новодевичем кладбище. Даже генералов хоронили танки и барины. Это, наверное, потому что высокая духовная сила была в этих. Это единственная семья, в которой два героя Советского Союза. Может, вы не знаете, но в одном имени Космодемьян, великие русские святые. И род Космодемьянский с 17 века это священческий род. Вот та молитва на небесах и спасла их, и предала мужество Зое, и в страшных пытках. Она никто, что ничего не сообщила информацию секретно. Она даже имени своими назвала. Сказала ей Таня. Молитесь за Зою и Сашу, за бедную Родину нашу. Спаси, Богородица Дева, погибли за правы Дева, за землю, леса и моря, За юность и други Своя. Пусть были они комсомольцы, но в выборе смерти своих добровольцев. Молитесь за Сашу и Зою, лежат под советской звездою. Но принял Господь покаяние за смертные муки, страдания. В бою причастились, при вечную кровью, пылая к России небесной любовью. Поставьте им крест на могиле, поднимется Троица в силе. Поддайте записочку в храме, да будем живы и не в сраме. Ничто не привизит мгновения эти. Космы, да не аравит дети. Мне силою дам и не слышат. Я воинов словом простым, причистлюсь миренных святым. Молитесь за Зою и Сашу, ответ за слонят они Родину нашу. Спасибо. Для отказа государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы прошу всех стариков. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прошу, присаживайтесь. Дорогие друзья, служба в органах внутренних дел очень важна, но вместе с тем сопряжена с риском для жизни и здоровья солдат правопорядка. Во все времена сотрудники органов внутренних дел выполняют свой служебный долг в условиях невероятного напряжения человеческих сил и возможностей. Эта работа обеспечивает мир и спокойствие гражданского населения, которому не всегда заметно, какой ценой этот мир и спокойствие достигнут. К сожалению, образы солдат правопорядка в фильмах слишком часто представляют собой исключительно вымесенные, которые наносят непоправимый вред имиджу органов внутренних дел. Поэтому особенно цены те художественные произведения, где о профессии сотрудников органов внутренних дел рассказывается правдиво. Одним из таких фильмов является детектив «Приступить к ликвидации». Вашему вниманию предлагается небольшой фрагмент этого фильма. Надеемся, что молодежь искренне заинтересуется качественной кинематографией и посоветует посмотреть этот фильм своим друзьям. Встреча людей, объединенных активной гражданской позицией, небезразличных будущему нашему отечеству, станут традиционными. «Хотелось бы обратиться к молодежи. Будьте патриотами нашей страны. Храните память о подвигах предыдущих поколений. Помните, что обеспечение общественной безопасности – это не только ежедневный труд тех, кто носит погоны. Это, прежде всего, готовность каждого гражданина нашей страны взять на себя ответственность за свои личные поступки». Сергей Ильич, Вы скажете, как вам заключить в Венеславском в этом мероприятии? Уважаемые гости, уважаемые ветераны, уважаемые студенты. Я хотел бы от лица Управления Треникина благодарить Атаку Борисовичу за возможность подоставленную общаться с вами в этих стенах, за тот добрый и хороший климат, который здесь усыновился, взаимопонимание. И, естественно, сегодня тот день, когда мы, может быть, в первый раз, но не в последний пришли к вам в гости. Поэтому большое спасибо, Наталья Борисовна. Я хочу вручить наш маленький подарок. Символическую скульптуру «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Огромное спасибо за визит, за уникальное мероприятие, которое мы имели сегодня. Я что уж хочу сказать, что между социальным блоком и блоком работников внутренних дел есть не тонкая ниточка, а тесная связь, ведь действительно мы работаем для людей, для наших граждан. И я считаю, что такие встречи мы просто обязаны с вами проводить как можно чаще, действительно рассказывать нашим студентам, ребятам и о том, что такое настоящий патриот, и что такое работать на благо страны и отдавать жизнь за нее. И действительно, может быть, и поделиться теми буднями, которые каждый день лежат на плечах работников внутренних дел, потому что это важно. И действительно здесь много общего есть с работниками социальной сферы, потому что это одно общее дело. Поэтому огромное спасибо за ту высокую оценку нашей работы. И огромное спасибо, дорогие ветераны, вам, потому что мы очень гордимся тем, что вы есть. И дай Бог вам много-много-много лет жизни радовать нас, приходить к ребятам, к молодежи и рассказывать о том, что вы есть и что вы сделали для страны. Спасибо огромное. Дорогие друзья, сейчас на память о сегодняшнем торжественном мероприятии мы предлагаем всем участникам встречи сфотографироваться. А после фотографирования, по просьбе не расходиться, мы все вместе возложим, по сложившейся традиции, студенты и гости РГСУ, возложат цветы к мемориалу «Мы наследники Великой Победы». Поэтому сейчас мы фотографируемся, а потом собираемся все в корпоративный уход и все вместе взлагаем цветы. Фотографирование будет производиться здесь. Сначала сфотографируются... Ты прочь гони соблазны у свой закон негласный, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прощай соблазны, узкой закон негласный Иди, мой друг, всегда иди дорогую добра